Добро пожаловать в Стэнфорд на курс «Биология поведения человека». Это класс Био 150? Просто хотел удостовериться. Для начала расскажу одну историю. 40-летний мужчина живет в пригороде. Женат 15 лет, двое детей, три с половиной собаки. Обыкновенная жизнь, все идет прекрасно. Однажды ни с того ни с сего он бьет морду кому-то на работе, что совсем на него не похоже. Коллега стоит у кулера с водой и говорит что-то о бейсбольной команде. Наш герой ему возражает и бьет кулаком в лицо. Очень странно. Скандал затихает. Три месяца спустя, после 15 лет счастливого брака, жена увлечает его в интрижке с 16-летней кассиршей из супермаркета. Совсем странно. Три месяца спустя он сбегает с работы, прихватив все деньги, исчезает и с тех пор его никто не видел. Три варианта. Первый. Всегда таким был, но хорошо скрывал. Второй. У него худший кризис среднего возраста, который вы можете себе представить. Третий вариант. У него мутация в одном из генов, отвечающих за мозг. А то, что мы наблюдаем, является типичной клинической картиной неврологического заболевания, вызванного проблемами с одним геном. Вот такой вот вам пример. Хорошо, посмотрим, кто здесь собрался. Кто из вас считает, что генетика влияет на сексуальную ориентацию? Ясно. Кто считает, что перинатальный период мог повлиять на ваши политические взгляды 30 лет спустя? Ладно. Кто думает, что с помощью биологии мы можем узнать, кто религиозен, а кто нет? Не так уж много рук. Ладно. Раз уж зашел разговор, кто из вас верит в Бога? Кто из вас верит в душу? Кто из вас верит в зло? Кто верит в свободу воли? Это ненадолго. Я также должен спросить, в этой комнате есть люди, которые верят в эволюцию? Просто хотел удостовериться, понять, с кем имею дело. Кто считает, что есть генетическое влияние и биологические различия в уровне агрессии между полами? Кто считает, что существуют биологические половые различия в интеллекте? Ладно. Кто считает, что все зависит от природы? Кто считает, что от воспитания? А кто полагает, что дело в чудесном, удивительном, тонком взаимодействии между природой и воспитанием? Ура! Хорошо. Отметки у вас будут отличные. Вы уже знаете, о чем будет курс. Хорошо. Начнем с поиска общих моментов. На доске вы видите четыре явления. Или нет? Они как-то потерлись. Но эти четыре обстоятельства имеют неожиданный общий момент. Месячные. Опухоль мозга. Злоупотребление сладостями. Анаболические стероиды. Кто не в курсе, это такие штуки для роста мышц, как производные тестостерона. У всех них есть что-то общее. Месячные, опухоль мозга, сладости, анаболические стероиды. Никто не хочет предположить, что общего между четырьмя явлениями? Да. Гормоны? Гормоны. Отлично. Да, все крутится вокруг гормонов. Хорошо. Но чуть более точно. Между ними есть что-то общее. Давайте, кто попробует угадать? Я вижу, как люди поднимают и быстро опускают руки. Боятся. Ладно, гормоны здесь тоже замешаны. Гормоны — это общее, говорю я, пытаясь подсказать следующему отважному студенту. Но давайте, у них есть общее. Хорошо, с этим пора заканчивать. Все четыре явления имеют нечто общее. Они успешно использовались в суде для объяснения поведения убийцы. В первом случае... В первом случае... Например, были случаи, когда женщины, совершившие убийство во время месячных, были оправданы присяжными, в том числе именно по этой причине. Есть данные, что в период менструации уровень женской агрессии непропорционально возрастает. Далее, есть область мозга, с которой вы близко познакомитесь в ближайшие три месяца, под названием миндалина, которая тесно связана с агрессией, а также связана со страхом. И если в этой области возникает опухоль, в части случаев это приведет к неконтролируемой агрессии. И в суде этим также не раз успешно пользовались. Сладости. Если среди вас есть любители истории Сан-Франциско, вы знаете, что 20-30 лет назад Дэн Уайт, разочарованный политик, застрелил мэра Сан-Франциско и Харви Милка. Несколько невероятно действенных аргументов к его защиту, которые помогли добиться невероятно короткого тюремного срока за двойное убийство, стали известны как защита твинки. Удалось убедить присяжных, что пристрастие к вредной еде привело к колебаниям сахара в крови, что и заставило его совершить преступление. И, наконец, анаболические стероиды. Частенько люди, проявляющие неконтролируемую агрессию, оказывались культуристами и утверждали, что во всем виновата их зависимость от этих веществ. Сложите все это вместе, и мы получим первый из двух тезисов всего курса, а именно, порой процессы в вашем организме сильно влияют на то, что происходит в вашей голове. Второй важный тезис. Сегодня вечером, когда будете ложиться спать, спокойно и расслаблены, и ваше сердце стучит тихонько и неспешно, подумайте вот о чем. Вы же знаете, что сердце не будет биться вечно. Представьте, как ваши губы однажды посинеют, как кровь застынет в ваших сосудах. Представьте, как похолодеют ваши стопы и пальцы. В этот момент вы, скорее всего, заметите, что ваше сердце бьется чаще, и вы на себя ощутите второй тезис, который гласит, то, что происходит в вашей голове, иногда влияет на все процессы вашего тела. А наш курс рассказывает о взаимодействии, взаимосвязи физиологии и вашего поведения, о скрытых эмоциях, мыслях, воспоминаниях и так далее, и о том, как одно может влиять на другое при различных обстоятельствах. Ну, а нашей задачей будет постараться во всем этом разобраться, соблюдая некоторые условия. Если вас привело сюда желание понять, почему все гну на планете спариваются лишь одну определенную неделю в году, есть небольшая вероятность, что у вас это получится. Но это не то, зачем мы здесь собрались. Мы не стремимся понять, почему птицы мигрируют и почему не теряются. Мы хотим понять поведение человека. И что еще хуже и еще сложнее — социальное поведение человека. И что еще труднее — понять его отвратительно ненормальное поведение. И если вы собрались это сделать, то есть еще одна проблема — это официально очень сложно. Искать биологическое объяснение человеческому поведению — это запутанный и трудоемкий процесс. И вне зависимости от темы, чтобы работать с запутанными сложными проблемами, которые приходится рассматривать с разных сторон, у нас есть стратегия, которую мы выработали, стратегия, которая все делает проще. Мы начинаем мыслить категориями. Мы мыслим категориями. Мы берем какой-либо континуум и разбиваем его на категории. Мы даем категориям названия. И мы делаем так в различных ситуациях, ведь это помогает. Например, кто-нибудь попробуйте назвать длину этой линии. Фуд. Люди, сказавшие фуд. Что происходило в вашей голове, пока вы думали? Вы представили себе линейку. Тут примерно фуд в 30 сантиметров, примерно как лист А4. У всех сидящих здесь в голове есть такая категория. Вещи той же длины, что и линейка. Континуум длины. И в нем категория. Пожалуй, я расскажу вам историю о своем друге, бегуне. Он бегает полтора километра. Он очень быстрый. По факту он один из лучших в стране. Как быстро ему нужно пробежать полтора километра, чтобы наверняка впечатлить вас? Быстрее четырех минут. Итак, у нас появилась категориальная граница в бесконечном множестве скоростей, с которыми можно пробежать эту дистанцию. Она сидит у нас в голове. И те, кто пробегает полтора километра меньше, чем за четыре минуты, заставляют нас удивляться. Теперь я хочу похвастаться другим своим другом, художником. Он настолько хорош, что рисует одиннадцатью разными цветами. Не впечатляет, потому что у нас нет такой категории. Мы не классифицируем качество картины. Надеюсь, никто так не делает. Мы не оцениваем картину по количеству красок. Но можно заметить, что в некоторых областях мы создаем категории для понятий, которым категории совсем не свойственны. Вот вам пример. Зачем вы это сделали? Куда делся пример? Это классический континуум, с которым мы частенько имеем дело. Континуум цвета. Изменяющаяся длина волны, составляющая радугу от фиолетового до красного. И бесконечное количество вариантов между ними. А что мы делаем? В английском есть правило. И мы можем разделить континуум здесь и здесь, или где угодно. И назвать это цветом. Это красный. Промежутки отсюда досюда. А это уже оранжевый. И так далее. Вы берете континуум и разбиваете его на категории. Зачем это нужно? Потому что нам так проще хранить информацию. Вместо заучивания абсолютных характеристик чего-либо, вы просто говорите, это а, этот быстро пробегает полтора километра, а эта линия равная, почти равная длине линейки, а это оранжевый цвет. И в чем тут проблема? Возьмите людей из других языковых групп, где их язык делит радугу произвольно, с совершенно иным результатом. И они будут представлять себе цвета совсем не так, как это делают англоговорящие. Возьмите цвет. И если этот цвет приходится на центр чьей-нибудь категории, на середину отрезка, соответствующего этому цвету, люди запомнят, видели они его раньше или нет, гораздо лучше, чем если цвет будет взят с краю. И все будет зависеть от того, на каком языке они говорят. Вы берете континуум и делите его на части, потому что так легче работать с фактами. Другой пример. У нас есть четыре объекта, нарисованных на доске. И из-за того, что у нас есть категории для первых трех, когда проводили тест, показывали людям фигуры, а через час их спрашивали, какие из них они уже видели. И люди гораздо точнее отвечали по поводу этих фигур, чем насчет этой. Ведь для нее нет названия. Мы можем начать ее описывать, назвать крикозяброй или кляксой. У нас нет четких категорий. Рассуждение категориями позволяет нам запоминать и помогает оценивать вещи. Таким образом, это классический вид разумного поведения в сложных ситуациях. Но у категориального мышления есть и проблемы. Первое, и первое, что вы увидите в области языковых различий, что существует не только континуум бесконечного количества цветов, но еще и континуум звуков, которые человек может произвести. В разных языках есть разные правила насчет того, какие звуки считать одинаковыми, а какие нет. Например, два разных звука TH в английском, которые сложно отличить на слух. А другие легко. Поэтому то, как легко вы запомните новое слово, зависит от того, какие в нем содержатся звуки относительно вашего деления. Кажутся ли они вам одинаковыми или разными? Пример. В Финляндии люди не различают звуки B и P, хотя для нас это не проблема. Но финны не видят этой разницы. Я выяснил это несколько лет назад, когда по непонятным мне сейчас причинам, мне было необходимо сделать биопсию яичек бабуина. Знаний о процедуре у меня было мало, и я обратился к товарищу, урологу из медицинского, который оказался финном. Я объяснил ему, что мне нужно. Кажется, он принял меня всерьез. Объяснил, что и где нужно купить, и что можно взять по акции, три по цене двух. Затем рассказал, как это сделать. И в конце добавил, а теперь очень важно, чтобы ты немного потренировался. На медведя. Он сказал, Бэр. Я ему, что? А он, да, тренируйся на медведя. Я спрашиваю, ты издеваешься? А он, знаю, знаю, звучит бредово, но все интерны так делают. Это очень удобно. Можешь так, или можешь взять яблоко. А. А. Вот вам и разница, Бэр или Пэр. Медведь и груша. Иногда это очень важно. Вот вам и первая опасность. А именно, если сильно зацикливаться на категориях, то можно не заметить разницу между объектами, которые в нее попали. Следующий пример. Я прекрасно помню, как я нервничал во время экзаменов, потому что была огромная разница между тем, чтобы получить за тест 65 баллов или 66. Незначительно на самом деле. Но когда именно от этого зависит, сдашься или нет, нам эта незначительная разница кажется огромной, и, проводя границу, мы не видим, насколько похоже то, что находится по обе стороны от нее. Другой пример. Дополнительная проблема тех, кто мыслит категориями. Для этого вам, всем, нужно перевернуть лист бумаги, который вы держите в руках. Это опросник. Я буду зачитывать вам телефонные номера и хочу, чтобы вы записывали их как можно точнее. Готовы? Готовы? 2, 4, 3, 2, 6, 4, 9. 6, 5, 0, 3, 2, 6, 0. 2, 5, 6, 5, 7, 7, 9. 8, 3, 2, 2, 4, 4, 9. 2, 9, 1, 3. 1, 7, 1. 2, 3, 1, 4. 0, 2, 6. 5, 9, 3, 2, 4, 4, 9. 7, 4, 3, 8. 8, 4, 0. 8, 3, 1, 5, 2. 8, 7. Ладно, теперь о том, что это за упражнение. И нет, оно не влияет на ваши оценки. И что-то мне подсказывает, что когда я в приступе прокрастинации ночью сяду смотреть ваши ответы, то увижу, как сильно упало качество. Как только мы ушли от привычного формата, три цифры, затем четыре цифры. Стоит уйти от рисунка, и все летит к чертям. Мы не понимаем, секундочку, я думал, это номер, а это просто цифра. А это две, я не понял, а вы не успели, и пошли дальше. И это и есть наш третий пример. А именно, если обращать слишком много внимания на рамки, не видишь общую картину. Все, что вы видите, категории. Вы видите только... Секунду. Телефонные номера начинаются с трех знаков, а затем идут четыре. Еще пример, как мы используем категориальное мышление. Я напишу здесь ряд чисел. Отлично, вот они. О, господи. Итак, каким будет следующее число? И почему? 42. Почему? Ясно, вас терзают смутные сомнения. Ничего, это мнение важно, как и любое другое. Кто еще назовет следующее число? Что? 45. Почему? Ладно. Согласны с этим? 45. Это очень... Ладно. Что еще? Давайте немного упростим. Вот так. Какое следующее число? Я пытаюсь сказать вам, если вы думаете о мире, как о наборе категорий в вашей голове, то вы уже знаете следующее число. Так что там будет? 7 миллиардов. Сойдет. Вот так. Хорошо. 7 миллиардов. Тоже вариант? В данном случае получится 7 миллиардный. Еще идеи. Предположение, что там нас ждет дальше. 4, 14, 23, 34. Какой номер будет дальше? Да. 44. Почему? Ну, допустим, помните, должен быть 44. Как там? Порядковое, количественное, да какое угодно. Что? 42. Почему? Метро. Правильно. Правильно. Любой житель Нью-Йорка. Угадал бы следующее число. Это станции метро. Ты заслуживаешь бейгл с сыром. Передайте, пожалуйста. Стоит просто взять кого-нибудь из Нью-Йорка, и пока все остальные логично предполагают 43, 41, 45 или 7 миллиардов, и оказывается, что куча людей видят в числах станции метро. Мы мыслям категориями. Мы мыслим категориями. Но, как вы могли заметить, это вызывает проблемы. Например, когда вы мыслите категориями, вы недооцениваете, как сильно различаются вещи, попавшие в одну категорию. Когда вы мыслите категориями, вы переоцениваете различия между тем, что находится по разные стороны границы. А когда вы зацикливаетесь на границах категорий, то не видите общей картины. Итак, целью нашего курса будет изучение глобального сложного процесса биологии и поведения, стараясь избегать каких-либо категорий. Что я имею в виду, говоря о категориях в данном контексте? Возьмем курицу. Она где-то стоит. На некотором расстоянии от нее находится весьма активный и сексуально привлекательный для нее петух. Результат — женская оса со всех ног бежит к петушку, а у нас назрел первый вопрос биологии поведения. Зачем курица перешла дорогу? Чтобы добраться до петуха. Вы можете ответить как эндокринолог. Когда женская оса имеет определенный уровень эстрогена в крови, это делает ее гипоталамус чувствительным к стимулам. Вы можете ответить как анатом, что ось ее таза или что там есть у курицы позволяет ей бегать. Можете ответить, исходя из категории эволюционного биолога, что тысячелетиями курицы, не реагировавшие на сексуальные действия петухов, оставляли меньше копий своих генов. И все это разные категории, которые мы используем, объясняя события. Все это разные рамки, разные рамки, из-за которых у нас возникают проблемы, о которых мы только что говорили. Сложно понять, насколько различны или похожи факты. Сложно увидеть полную картину. Легко переоценить важности тех рамок, внутри которых вы живете, когда начинает казаться, что все, что касается поведения, можно объяснить только генами, только нейромедиаторами, детскими травмами, жизнью внутри каких-то рамок. Что мы будем делать снова и снова на этом курсе, так это наблюдать, как то, что происходит в вашем теле, влияет на ваши эмоции, память и поведение, и как это влияет на ваш организм, и все начинается по-новой. Но каждый раз мы будем стараться не мыслить категориями. «О, вот это единственное объяснение этого поведения». Вместо этого на занятиях, когда мы дойдем до поведения, мы будем делать следующее. Для каждого типа поведения мы, во-первых, посмотрим на его внешнее проявление. И тут требуется гораздо больше объективности, чем может показаться. Какие у него внешние проявления? Затем мы спросим, что происходило в организме за мгновение до этого действия. Что могло вызвать это поведение? Что происходит в мире нейронов? Что происходит в нашей проводке? Чем объясняется такое поведение? Ага, вот такое поведение возникает из-за активности этой зоны мозга. Но как только мы готовы сделать вывод и залезть в эти рамки, мы делаем шаг назад и спрашиваем себя, какой запах, звук или сенсорный символ в окружающей среде стимулировало те нейроны, чья активация привела к этому поведению. Затем мы сделаем еще один шаг назад. Хорошо, а что насчет гормонов и их концентрации в крови животного или человека за последние пару часов? Как эти гормоны могли повлиять на восприятие тех самых запахов, звуков и всего остального, что стимулировало нейроны, чья активация вызвала это поведение? И мы продолжим идти назад, вплоть до раннего развития, внутриутробного периода, генетического строения особи, генетического строения популяции, эволюционного давления и так далее до самого конца. Как объясняется данное поведение в контексте каждого шага? И почему это не отдельные шаги, а скорее просто различные способы выражения одних и тех же биологических факторов влияния? Если вы скажете, «О, вот гормон, объясняющий такое поведение. Это поведение вызвано гормоном X. Гормон X закодирован в гене». И внезапно вы уже не рассуждаете об эндокринологии, вы говорите о генетике. А когда вы говорите о гене, то это результат отбора. И речь уже не об эволюции. Если вы говорите о том, что запахи, ощущения и прочее вызывают поведение, вы по определению также говорите о внутриутробном развитии, которое определило, насколько чувствительны будут системы к подобного рода стимулам. И вы заметите, что раз за разом те рамки, в которых мы решили залезть на какое-то время, эти рамки следует воспринимать лишь как место, из которого на данном этапе очень удобно объяснять все факторы влияния, что шли до этого. С этой точки зрения никаких рамок нет. Есть лишь временные платформы. Каждая платформа — это самый удобный, простейший способ отследить все то, что происходило до этого, начиная с миллионов лет эволюции. Хорошо. Звучит хорошо. Этим мы и займемся. Мы будем делать именно так. Размышлять сложно и витиевато. И мы не попадем в сети категориального мышления. Ладно, сложный предмет, а мы умные ребята, и будем по-умному рассуждать. Отлично. Возможно, все эти назойливые песни и пляски — «О, мы не будем мыслить категориями, как все остальные». Очевидно, что люди, которые изучают поведение и делают это профессионально, например, биологи, кто поведением занимается, они все прекрасно понимают. Это я просто утрирую. Мы будем заниматься глубже, чем эндокринологи, генетики и все остальные. Все прекрасно знают о том, что все взаимодействует между собой, и одного ответа не существует. Они лишь фокусируются на определенной области. Они все понимают. Позвольте зачитать вам несколько цитат, чтобы показать, насколько некоторые этого не понимают. Первое. «Дайте мне новорожденного ребенка из любой семьи. Позвольте полностью контролировать среду, в которой он будет расти, и я сделаю его тем, кем захочу — врачом, юристом, нищим или вором». Это сказал Джон Уотсон, 1912-й, один из отцов-основателей психологической школы бихевиоризма. Бихевиоризм достиг апогея в лице Б.Ф. Скиннера в 50-х, когда он заявил, что, контролируя награду, наказание, позитивное и негативное подкрепление, вы можете превратить кого угодно в кого захотите — доктора, юриста, нищего или в воришку. Мы знаем, что это не так. Мы знаем, что это невозможно. Мы знаем, что нужно просто добавить еще один фактор, например, белковое голодание во внутриутробном периоде, и уже ничего не выйдет. Вот вам на вскидку пример, как они ошибались. Нельзя получить полный контроль над окружающей следой и сделать человека кем угодно. Вот вам человек, запертый в рамках своей идеи о том, что поведение объясняется исключительно понятиями награды и наказания. Любопытный факт о Джоне Уотсоне. Вскоре его вышвырнули из академии из-за громкого скандала, в котором он был замешан. Остаток своей карьеры он провел на важной должности, крайне успешно занимаясь рекламой. Не получилось сделать из людей тех, кого он захочет, но получилось заставить их покупать то, что он хочет. Ладно, следующая цитата. Психологически нормальная жизнь зависит от функционирования синапсов мозга. Если вы не в курсе, что такое синапсы, не паникуйте, это то, с помощью чего нейроны соединяются друг с другом. Итак, психически нормальная жизнь зависит от функционирования синапсов мозга, а психические заболевания возникают из-за синаптических нарушений. Синаптическая поправка способна модифицировать соответствующие идеи и направить их в другом направлении. Используя такой подход, мы получаем излечение, результат и никаких сбоев. Синаптическая поправка. Есть предположение, что это за старые добрые синаптические поправки, о которых он говорит. Ваши идеи? Я ничего не услышал. Электрошок. Электрошок мало влияет на синапсы. Ох, если бы это было чем-то столь невинным, как электрошок. Это гораздо более серьезная синаптическая поправка. Есть еще идеи? Именно, фронтальная лоботомия. Но знаете, вам надо поправить работу чьих-то синапсов, и поэтому отсекайте ему переднюю треть мозга. Это Эгош Маниш, португальский невролог, автор фронтальной лоботомии. Тогда она называлась по-другому. Но именно он начал то, что впоследствии затронуло десятки и сотни тысяч людей, которые были абсолютно здоровы. Темные времена, когда психиатрия шла рука об руку с идеологией. Массовое преступное уничтожение человеческих мозгов. Это фрагмент из его речи, которую он прочитал на церемонии вручения Нобелевской премии по физиологии и медицине. Вот вам человек, патологически запертый, в своих рамках. Пойми, как работают синапсы, поправь их, и добейся излечения и результатов без каких-либо сбоев. Последняя цитата, худшая из всех. Отбор на пользу общества должен осуществляться с помощью некоего социального института, если человечество не желает быть разрушено принятием индуцированного вырождения. Расовые идеи, как основа государства, позволили добиться нам многого в данном направлении. Мы можем, и мы должны доверять естественным инстинктам наших лучших граждан для избавления от элементов популяции, несущих в себе грязь. Знаете, кто это сказал? Гитлер. Гитлер — этот бехевиорист. Он был немного занят в это время. Это был один из основных его научных агитаторов. Некто, живущий в своем ящике, которого на самом деле нет. Со своим особым представлением о расах, этносах, генетике и всем таком. Он сказал, «Дайте мне все исправить. Позвольте мне устранить элементы популяции, несущие в себе грязь. И я исправлю то, что изначально было в порядке». Кто это был? Ученый по имени Кондрат Лоренц. Многие из вас знают Кондрата Лоренца. Кондрат Лоренц — отец-основатель этологии. Об этом чуть позже. Все знают его по маленьким книжкам, по природоведению, для детей, потому что Кондрат Лоренц открыл импринтинг у птиц. Он всегда гулял. Это был низенький австрийец с окладистой седой бородой. Он всегда носил короткие австрийские брюки с подтяжками. За ним всегда ковыляла стайка утят. Они считали его мамой, а он был очарователен и неотразим, запечатленный маленькими утятками. А еще этот человек, который люто пропагандировал нацистский режим и ушел в могилу, сказав, что не сделал ничего дурного. Это вам не второразрядные умишки. Это вам не люди, работающие в университете, непонятно чего, вообще непонятно где. Это были наиболее влиятельные ученые прошлого столетия. От этих людей зависело, чему обучали других, пока мы не поняли, что тут что-то не то. Подходы этих людей привели к тому, что мозг сотен тысяч абсолютно здоровых людей был уничтожен. Эти люди считали, что можно решить несуществующую проблему, уничтожив 9 миллионов человек. Это не мелкие ученые. Это наиболее влиятельные люди прошлого века, во многом причастные к науке, патологически запертые в своих рамках и пытающиеся объяснить мир. Таким образом, нашей целью будет стараться не повторять этой ошибки. Мы будем изучать человеческое поведение, порой самые пугающие патологические виды человеческого поведения, и стараться не поддаваться искушению объяснить его в рамках чего-либо одного. Неважно, на каком уровне мы находимся, гены, гормоны, нейроны, влияние среды, что угодно, это будет просто самый удобный способ в данный момент объяснить все то, что произошло ранее. Это не временные рамки, вообще не рамки, это станет нашей целью. Итак, в процессе этого и приближаясь к теме человеческого поведения, биологии социального поведения человека и даже биологии аномального социального поведения, мы столкнемся с тремя интеллектуальными проблемами. Первое, распознать обстоятельства, при которых у нас нет ничего особенного вообще. Мы такие же животные, как и все остальные. Проблема в том, чтобы принять это. Приведу пример. Вы хомяк, самка хомяка. Вы сидите в клетке, и как любая самка хомяка, вы овулируете примерно каждые пять дней. Вы занимаетесь своими делами, и все отлично. Вдруг, кто-то садит в вашу клетку другую самку хомяка. Что происходит в течение следующего месяца? Ваши циклы будут удлиняться и в конце концов синхронизируются, так что овулировать отныне и впредь вы будете одновременно. Потрясающе! Это то, как все и происходит. На хомяках люди понимают, как работает синхронизация менструальных циклов. Все дело в обонянии, феромонах, химических сигналах, передающихся по воздуху от самки к самке. Вы можете доказать это, сняв информацию с обонятельных центров. Или, если вам не дали грант, просто заткните самке нос и синхронизации не будет. Все дело в обонянии. И что самое удивительное, это как рассинхронизировать двух самок, которые сидят в одной клетке. Посадите к ним самца, и внезапно циклы рассинхронизируются и станут короче из-за мужских феромонов. Что еще интереснее, когда вы помещаете вместе двух самок, их циклы синхронизируются совсем не случайным образом. Доминантная самка всегда подчиняет себе более слабую. Все известно. Люди изучали это годами. И точно так же происходит у коз, овец, собак, кошек и свиней. Кстати, вы можете прийти, зайти в магазин где-нибудь в Айове и купить баночку спрея, синхронизирующего обуляцию у свиней, пойти домой и просто «Я не знаю, зачем вам это надо, тем не менее, вот так вы...» Все делается простой баночкой или еще чем. Все это изучено. Породительно то, что этот механизм работает точно так же у нас, у людей. Он известен как эффект Уэсли. Впервые это было обнаружено у первокурсниц Уэсли в 1970-х. У девушек на младших курсах у соседок по общежитию циклы удлинялись и синхронизировались. Все дело было в обонянии. У девушек с нарушением обоняния цикл не синхронизировался с соседками. Синхронизации не происходило, если одна из девушек имела тесные интимные отношения с мужчиной, тогда циклы рассинхронизировались. Самое крутое в том, что кто под кого подстраивался не было случайным. Исследования показали, что более общительные, раскованные, властные девушки подстраивали под себя циклы остальных. Это хорошо изучено. И когда я был в колледже, за обеденным столом можно было услышать что-то вроде «О, мы жили вместе прошлым летом, и я синхронизировал ее к первому августа». Вот что случается, когда тусуешься с биологами, но мы ничем не отличаемся. Наша задача понять, что в нас нет ничего примечательного. На занятиях мы будем, к примеру, сравнивать геном шимпанзе и геном человека, и они практически одинаковы. Порой мы просто настоящие животные. Вторую проблему создают ситуации, в которых мы вроде бы ничем не отличаемся от других. У нас есть что-то общее с остальными, но мы используем это совсем по-другому. Позвольте привести пример. Два человека, два индивидуума совершают ритуал. Они сидят за столом в абсолютной тишине. Несмотря друг к другу в глаза, не совершая никаких лишних движений, один из них поднимает руку и передвигает кусочек дерева по столу. Если эти люди сидят за шахматным столом турнира гроссмейстеров, то их кровяное давление в течение шести часов держится на том же уровне, что и у марафонцев. Они сжигают тысячи калорий в сутки, не двигаясь с места, просто думая. И это невероятно. Вы смотрите на гроссмейстера, который только что выиграл партию у оппонента, поставил шах и мат, а физиология его организма сейчас идентична любому бабуину в саванне, который вскрыл живот злейшему врагу. А мы делаем это силой мысли. Вот что в нас особенно примечательно. Наша физиология может быть скучной и обычной, но мы пользуемся ей так, как ни одно животное больше не может. Мы испытываем стресс от неизбежности смерти. Мы испытываем стресс, когда читаем о том, что что-то ужасное случилось с ребенком на другом конце света. Мы испытываем стресс от того, что кто-то промчался мимо в спортивном авто, и мы внезапно решили, что мы нищие неудачники. А человека мы даже не видели, только машину. Мы переживаем, если прочитаем, что что-то ужасное произошло с героем романа. Это особый мир того, что мы можем делать, а другие нет. С другой стороны, мы чувствуем жалость и сострадание к нашим близким. Но мы также можем ощутить все это к беженцу в лагере через полмира от нас. Мы сочувствуем особям других видов. нам плохо, если болеет домашнее животное. Это целый мир, где физиология ответа, эмпатия, эмоциональная связь, это все те же скучные физиологические процессы, которые происходят у всех животных, но мы используем их необыкновенным образом. Иногда возникает и третья проблема, в связи с тем, что мы делаем что-то, что даже близко не делает ни одно животное в мире. Вот вам пример, шокирующий пример. Семейная пара живут вместе, каждый день приходят домой с работы, говорят, ужинают, опять говорят, идут в постель, занимаются сексом, и снова говорят, ну и засыпают. На следующий день все повторяется. Приходят с работы, говорят, едят, говорят, постель, секс, снова говорят. И так каждую ночь 30 дней подряд, и даже гиппопотамбы не выдержал этого. Ни одно животное не стало бы заниматься безрезультатным сексом день за днем, и уж точно никого не тянет на поговорить после этого. У нас тут целый новый класс человеческого поведения, использование языка, некоторые аспекты сексуальности, это странное, разрушительное, присущее лишь людям тенденция путать сексуальное поведение и агрессию. Иногда нам не к кому больше обратиться, чтобы понять, в чем тут дело. Итак, вот основная стратегия этого курса. Мы будем сопротивляться категориальному мышлению снова и снова и снова. Не только потому, что это круто, тонко и увлекательно, все вместе, но начать думать категориями значит нанести неслыханный урон миру науки, который нам важен. Мы должны воспринимать себя как ничем не примечательный вид, такой же, как и другие виды, с той же самой скучной физиологией, которую мы при этом используем совсем иначе. Мы вид, совершающий поступки, не имеющий аналогов в животном мире, которым мы при этом должны найти биологическое объяснение. Итак, общая структура курса. Первая часть курса будет вводной. Мы познакомимся со всевозможными рамками, с различными категориями. Мы затронем, получим примерное представление о теории эволюции, о влиянии молекулярной генетики на поведение, о генетике поведения, этологии, мозге, эндокринологии, все эти рамки. И, как вы можете догадаться, во второй половине курса мы рассмотрим конкретные примеры поведения, и в каждом случае будем ломать наши рамки. Каждый раз смотрим на внешнее проявление поведения, что случилось за секунду до этого, мир нейронов, какой сенсорный стимул активировал эти нейроны, и так далее. И таким образом, до вопросов эволюции. Итак, первая часть курса посвящена изучению рамок. Сразу вам скажу, это тот еще геморрой. Каждые две с половиной лекции, когда вы только освоили термины, мы перепрыгиваем в следующую рамку. Это неприятно, это сбивает, и все такое. Но на второй половине курса вы будете вознаграждены. Все встанет на свои места, как только мы затронем различные виды поведения. Сексуальное поведение, агрессивное поведение, родительское поведение, шизофрения, депрессия, расстройство личности, использование языка. И каждый раз, что произошло за секунду до этого, что произошло за 10 миллионов лет до этого, необходимо избавиться от всех этих рамок, соединив их. Вот наша стратегия на этот курс. Важной частью этого курса является то, что он не привязан к специальности, потому что я считаю, что данный предмет каждый житель Земли обязан выучить хоть убей. И я считаю, что это правильно, что он не только для биологов. Давайте посмотрим, кто тут есть. Кто биолог? У кого это основное? Химики-биологи? Психологи? Антропологи? Выпускники с курса английской литературы? Ура! Отлично! Тем лучше для вас. Спасибо, что пришли. Посмотрим, что вы скажете через 3 месяца. В любом случае, курс был разработан специально для студентов без подготовки. И как же мы с этим справимся? Все как всегда. Обычные свистопляски. Каждую неделю обзоры, задания и все такое. Но помимо этого, в первой половине курса, пока мы прыгаем по рамкам, раз в неделю будет дополнительное занятие для тех, кто пришел со стороны. Мы объясним вам базу, поможем, чтобы вы ориентировались на лекциях, о них объявим позднее. Первое состоится... Постойте, я проверю. Да, в четверг, в половину восьмого в соседней комнате. Будем изучать основы эволюционной теории и готовить вас к тому, что будет на лекциях по эволюции в среду и пятницу на этой неделе. Если вы сомневаетесь в своих знаниях, рекомендую посетить эти занятия. Там преподают настоящие эксперты с большим опытом. Это ваш шанс всех догнать. На листах, что я раздал, там много разных терминов. Если вы не уверены, что знакомы со всеми из них, это знак, что вам стоит посетить дополнительные лекции. Если вы тут не из чистого любопытства, без каких-либо знаний, а собираетесь сдавать, то это вам сильно поможет. Вы сможете понимать, о чем идет речь. Нам важно, чтобы вы все понимали, даже без естественно-научного образования. Могу привести очевидный аргумент в пользу того, что каждый должен изучать биологию поведения. Биология поведения нужна, когда вы в суде присяжных, когда вы голосуете, тратить или нет бюджет на решение какой-либо проблемы и можно ли ее вообще решить. Биология поведения нужна, когда вы пытаетесь понять близкого человека, увязшего в депрессии. Страдает ли он биохимическим расстройством или просто любит поныть. Мы постоянно применяем биологию поведения, так что неплохо было бы ее еще и выучить. Так что дополнительные занятия, используйте их. Что еще? У нас будут еженедельные занятия, как обычно. Мы вас не будем делить по группам. Где-то 18 занятий в неделю или около того в разное время. Выбирайте, что больше подходит. В середине курса, на экваторе, как только закончим разбирать все категории, все рамки, будет экзамен. Ничего такого сложного, не переживайте. Это наш план. Что еще? Немного по делу. Мои рабочие часы на листах, что я раздал. Что еще? Перерывы. Если мы каким-то чудом мы... Если я каким-то чудом не забуду, в середине лекции будем делать перерыв на пять минут, которого хватит, чтобы подошла ваша очередь в туалет, но не хватит, чтобы вы успели туда зайти. Так чисто проветриться. Список рекомендуемой литературы. Есть две книги, которые надо прочитать за курс. Одна из них моя. Вам даже не надо ее читать. Просто купите несколько штук, принесите мне чек и получите отлично за курс. А если серьезно, она пригодится вам во второй половине курса. Я дам вам список глав, которые полезно прочитать. Другая книга написана автором по имени Джеймс Глейк и называется «Хаос». «Хаос» год за годом вызывает самые бурные обсуждения в этом классе. Четверть считают книгу самой раздражающей и бесполезной вещью, которую только можно предложить на этом курсе и ненавидят ее. Около половины людей не понимают, что в ней такого, а еще у четверти переворачивается жизнь. Им теперь не нужно медитировать. Им больше не нужно, они обрели покой и умиротворение. Все дело в том, что эта книга предлагает совершенно иной способ изучения биологии, не прибегающий к редукционизму. На протяжении 500 лет мы использовали крайне простую модель мышления о живых системах. Если вы хотите понять что-то сложное, разбейте это на маленькие кусочки, и как только вы поймете эти кусочки и соберете их вместе, вы поймете и сложное целое. И хаос как целое направление, это, возможно, первая книга, написанная для широкой аудитории. Хаос показывает, так можно починить часы. Для поведения такое не подходит, поведение так не понять. Поведение скорее похоже на облако, чем на часы, и вы не поймете осадки, сначала разбивая облако на кусочки, а затем складывая их вместе. Прочтите книгу. Там много физики, чуть меньше биологии, поэтому я скажу, какие главы стоит прочесть. Серьезно, это первая книга со времен Крошки Белуги, закончив которую, я тут же начал перечитывать ее с самого начала, потому что, как и Крошка Белуга, эта книга значительно повлияла на мою жизнь. Эта книга сильнее других, прочитанных в Коядже, сформировала мое мышление о науке, поэтому она в списке. Во второй половине курса будет куча лекций, затрагивающих вопросы хаоса и сложного целого, и если задумываться над ними серьезно, то это обязательно повлияет на то, как вы видите наш предмет. Кстати говоря, на данный момент они в открытом доступе. Я стараюсь не заставлять вас, бедолаг, платить за книги. Я, как правило, задаю прочитать только те материалы, которые можно найти в свободном доступе, которые можно скачать. У меня это почти всегда получается. Если повезет, покупать ничего не придется. Или статьи будут небольшими и не очень дорогими. Но вы будете много читать онлайн и скачивать. Задания разные. Иногда вам надо будет прочитать всю статью, иногда я буду рекомендовать только аннотацию. В одном случае мы подробно разберем, что написано в этой статье. В другом, вот вам пример того, как люди мыслят внутри этой рамки. Ознакомьтесь с аннотацией. Я это все подробно объясню. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.